Никита, ну ты вот приехал. Да. И чё, как тебе здесь, Сочи? Ну хорошо, только хоть тепло. Через чё? Узнаю тебя все? Ну нет, вообще я ни человек мне ещё не сказал привет. Да ладно. Да. Тебя не узнаю? Нет, только вот один человек узнал. Ну ты-то узнал его? Обо мне давай. Ты узнал Никита Гусин? Да, сразу. В аэропорту ещё, в Москве причём. Привет. Итак, сегодня первый выставочный матч нового сезона профессиональных лиг России. Клуб ВХЛ Норильск сыграет с действующим обладателем Кубка Харламова из МХЛ Чайкой. Надеюсь, соперники серьёзно отнесутся к матчу. Дадут хоккеистам нормальную форму, выставят стартовые составы. Салават Юлаев обменивает из СКА Даниила Огарчука, который известен по выступлениям за СКА Неву. У финцам бы такие трансферы, как у динамовцев. Никита Гусев всё-таки не стал ждать призрачных предложений из-за океана и определился со своим будущим. Один из самых интересных российских форвардов хотел выступать в Москве и согласился на предложение белоголубых. За сезон хоккеист получит 67 миллионов, но при этом предусмотрены приличные бонусы, если он наберёт 50 очков и попадёт в тройку лучших по итогам регулярного чемпионата. Считается, что Никита не попадает под стиль Алексея Кудашова. Но команде как раз не хватало таких забирных нападающих, которые, может быть, и не бегают, не бьют соперников, но могут реализовать неочевидный момент и сделать хитрую передачу. В прошлом сезоне Гусев набрал 60 очков за СКА, но ведь он провёл всего 50 матчей, да и был отстранён от команды по ходу сезона. Теперь важно, чтобы на сборах форварда не загнали и у него остались силы на чемпионат. Но трансферная работа в Динамо ещё не закончена. Ожидается появление ещё двух-трёх хоккеистов, которые усилят атакующий потенциал команды. Уже сейчас динамовцы смотрятся клубом, который может за что-то побороться в плывок. Минская Динамо арендует у Филадельфии вратаря Алексея Кулусова. Драфтованный в третьем раунде голкипер проведёт в Минске полный сезон. Кроме того, Дмитрий Квартальнов привёл в Минский клуб знакомого тренера по физической подготовке Норманса Силинша. А авангард усиливается ветераном. Вратарь Илья Проскуряков подписывает двусторонний контракт с авангардом. Да, считается, что он поможет молодёжи в омских крыльях, которые выступают в ИХЛ. Но на самом деле голкипер может снизить нагрузку и на Демченко в регулярном чемпионате. За прошлый сезон Проскурякову стыдиться нечего. Илья провёл чемпионат в тракторе и в начале сезона показывал себя с лучшей стороны. Он одержал 11 побед в 31 матче, а затем выпал из состава. Были травмы, а затем тренеры стали паниковать и делать ставку на других вратарей. Появление Ильи в Омске логично. На рынке не так много голкиперов, а Проскуряков, например, прекрасно играет на буллитах. Да, в силу возраста и мастерства вратарь не сможет стать первым номером в ТХЛ, но он готов к нагрузкам. Летом Илья много тренировался и ждал шанса, он ему выпал. Не забывайте и то, что в Омске работает Сергей Звягин, а он поможет Илье достойно смотреться в нужные моменты. Теперь тренерский штаб авангарда должен сосредоточиться на том, чтобы определить второе, третье и четвёртое звенья команды. А то там вообще пока ничего не понятно. Сибирь забирает хоккеиста из эсткоста. Фёдор Гордеев начинал форвардом, а потом переквалифицировался в защитника, но это ему особо не помогло. И последний автомобилист объявил цены на абонементы следующего сезона. Те, кто впервые воспользуются такой возможностью, заплатят от 19 до 63 тысяч рублей. По-моему, не слишком дорого за 34 матча. До свидания. Вопрос, как всегда, отдали ли тебе секундомер в Магнитогорске, украденный? Я ещё не заехал, надо побывать там, спросить. Не высылали, по крайней мере. Что скажешь о своём будущем? Оно есть, слава богу.